Доброго дня! С вами канал Процветок и я травница Ольга Спиридонова. И у нас сегодня будет очень и очень красивая и нежная информация для тех, кто хочет быть таким же красивым и нежным, как распускающаяся цветущая природа. Я сегодня вам немножечко расскажу, как можно при помощи нехитрых дачных методов сделать кожу нежной, убрать морщинки и в целом, глядя в зеркало, радоваться. Весной очень у многих, и у меня в том числе, кожа выглядит уставшей. Нет еще загара, нет еще солнышка, которое вызывает румянец на лице. И, глядя в зеркало, нам кажется, что мы постарели, нам кажется, что кожа тусклая. Но это всего лишь повод взять в руки свою красоту и свое здоровье. Причем не надо для этого каких-то дорогих косметических средств. Все, что необходимо, чтобы нам выглядеть приятно, все, что необходимо, чтобы нам выглядеть красиво, у нас есть под руками и на нашей любимой даче. Особенно, если мы успели купить саженцы в магазинах про цветок, или у нас где-то есть рядом хороший, красивый, старый цветущий сад. У нас будет все необходимое сырье под руками. Итак, что мы можем сделать? Мы можем в первую очередь собрать молодые листочки и цветочки плодовых и не только плодовых деревьев. И использовать их для ухода за кожей. Возможно, вы обращали внимание, что практически во всей эко-косметике используется, например, зеленое яблоко, например, какие-то вишневые экстракты. Но это все дорого, с консервантами, с отдушками, с возможными аллергическими реакциями. А мы можем все это взять и сделать сами. Таким образом, прежде всего, необходимы знания. Очень много знаний по поводу того, как травами, растениями дешево и быстро и просто оздоровить себя мы даем в нашей фитошколе Дивея. И этими знаниями я делюсь с вами здесь, на канале Про Цветок. Итак, что мы можем сделать? Прежде всего, мы можем изучить, что и от чего. Каждые листочки, каждые цветочки плодовых деревьев обладают мощнейшим целебным действием. И все разными. Например, листочки вишни очень мощное омолаживающее, отбеливающее действие. Убирает отеки, убирает мешочки, делают кожу фарфоровой такой, так называемой. И цветочки также. Их можно использовать в лосьонах, масочках, как я расскажу сегодня. Очень хорошо омолаживают кожу, освежают ее листья и цветочки яблони. Помимо того, что яблоня подтягивает морщины, разглаживает, омолаживает кожу, делает ее устойчивой к мутациям, вызываемым жестким весенним ультрафиолетом. Яблоня еще помогает заживить царапинки, помогает убрать воспаление. Работаем мы на своей любимой даче. Где-то царапнулись, где-то там шипик какой-то, я вот сама обрезала дачу, все руки были в трещинах и царапинах буквально неделю назад. Где-то рукой там вытерлись от мошки или еще от чего-то, грязь и воспаленица какой-то. Не побежи же куда-то там в аптеку, да. Все под рукой. Заварили молодые листочки яблони и вот вам средства от воспаления кожи. От фурункулов, от угрей, от воспаленных царапин. Листочки терновника. Великолепная вещь, которая также вяжет, которая освежает, омолаживает кожу, помогает поры сузить и помогает коже в целом выглядеть здоровее. Очень мне нравятся листочки малины. Листочки малины убирают вот эту вот лишнюю грубую, да, такую суховатую кожу и служат таким своеобразным пилингом. И, соответственно, они также делают кожу мягче и делают кожу нежнее. Листочки груши, помимо всех также вышеперечисленных свойств, а почему это случается? Потому что во всех этих листочках содержатся фруктовые кислоты, содержатся витамины, содержится аскорбинка. Так вот, листочки груши, помимо всего прочего, нам помогают еще бороться и с грибком кожи. Очень хорошо отвар листочков груши такой делать, сконцентрированный, если у кого-то есть такие проблемы. Наливаем в тазик вечером, ставим туда ножки и пока там любуемся на закат, слушаем скворцов или новости слушаем, или слушаем ролики на канале про цветок, наши ножки в это время при помощи листочков груши лечатся от грибка. Разумеется, чтобы излечение шло полным ходом, желательно снизить, а то и вовсе убрать в питании сахара, гучное, все то, что кормит внутри нас грибки, укрепить иммунитет, потому что, конечно, одними листочками груши, особенно запущенный грибок, мы не вылечим. Но если мы будем комплексно воздействовать на организм, если добавим к листочкам груши еще, например, чистотел, то дрогнет даже самый запущенный грибок. Каким образом мы можем это сделать? Все знают, и я особенно, что когда на даче, особенно в весенние дни, минутки нет свободной, а когда появляется свободная минутка, уже нет сил, отваливаются и руки, и ноги. И поэтому тратить какое-то отдельное время на заваривание масочек у нас, конечно, нет. Что я люблю, чем я особенно горжусь в своей фитошколе Дивея, что я сумела трансформировать народные старые рецепты в современные, городские, которые удобно употреблять нашим вечно спешащим жителям 21 века. Что мы можем сделать из этой красоты, чтобы она перекочевала на красоту нашей кожи? Мы можем собрать листочки и цветочки растений, которые у нас есть. Кстати, очень рекомендую шиповник, дополнительные листочки, цветочки. Это то же самое, убирает растяжки, убирает экзему, убирает какие-то шрамики мелкие. Берем и делаем концентрированный отвар в соотношении 1 к 5. То есть где-то 2 столовых ложки на стакан горячей воды, на стакан кипятка. И настаиваем 2-3 часа. После того, как у нас получился этот настой, мы его процеживаем. И что мы делаем дальше? Дальше мы смотримся в зеркало и определяем тип своей кожи. Если кожа у нас жирная, пористая, мы можем добавить туда какую-то природную кислоту. Это может быть чайная ложечка яблочного уксуса, это может быть лимонный сок, это может быть, что у нас еще есть кисленькое такое природное, чай, гриб чайный такой, да, можно его добавить, он тоже кисленький. Таким образом мы будем подсушивать кожу, расправлять морщины и стягивать поры. Если же у нас кожечка наоборот сухая, да, особенно возрастная такая кожечка, шелушащаяся, нежная, мы можем добавить туда 5-10-15 капель увлажняющего масла. Это может быть оливковое масло, это может быть облепиховое масло, это может быть масло зародышей пшеницы, кунжутное масло, то, на что у вас нет аллергии, то, что вы любите, то, что вам нравится. Дополнительно можно добавить, если мы хотим скрабирующий эффект добиться, если у нас кожа такая шершавенькая, мы можем добавить, например, молотую на кофемолке, чайную ложку овсянки, да, и 1-2-3 капли любимого эфирного масла, чтобы у нас все это еще вкусно пахло. И что мы делаем потом? Потом мы все это берем и заливаем в формочку для кубиков льда. Я думаю, такая есть у любого, у любой хозяюшки в холодильнике. Закрываем крышечкой и ставим в морозилку. Универсальное средство для ухода за кожей, которое нам неделями будет служить, и мы не будем об этом задумываться, у нас уже есть. Утром мы встаем, выбиваем кубик, или можно все сразу выбить, сложить в пакетик и убрать обратно в морозилочку. Берем этот кубик и протираем им личико. Великолепный уходовый лосьон с индивидуально подобранными под нашу кожу свойствами готов. Мы можем играться как угодно. Если у нас какие-то с первым солнышком выскакивают пигментные пятна, можно свежие листочки петрушки в этот сбор добавить. Или же алоэ, или же ломтики огурца, или же шкурки лимона. Они отбеливают. Если у нас лицо склонно к раздражению, покраснению, мы можем добавить первые веточки мяты, или, например, череду, ромашечку. В любом случае мы можем вот так вот совершенно бесплатно, экстра-класса уход для своей кожи лица, шеи, декольте, рук, обеспечить, не выходя с дачи, при помощи своих любимых плодовых деревьев, при помощи трав, которые буквально растут под ногами, и при помощи знаний, которые вы получаете на канале Процветок и от моей фитошколы Дивея. Есть? Дивея. 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 Дивея.